Всем привет! Сегодня у нас обзор набора 7419. Это довольно новый набор, вышел в 2019 году, и он является у нас третьим по величине, но тем не менее он очень прикольный. Здесь присутствуют 4 мини-фигурки, также один монстр, очень интересный крокодил, потому что выполнен в таких призрачных цветах, и такой маленький пёсик. Ну, ещё этот набор больше всех понравился из остальных наборов этой серии, потому что здесь присутствует очень такой крутой корабль, несмотря на то, что новая серия Hide Inside это что-то типа старых монстров, то есть было Monster Fighter, но если они были у нас уже более старые, то эти уже прям современные, то есть здесь и телефон, и техника вся современная, но вот эта лодка, видимо, что ещё сохранилась с тех времён, потому что здесь всё такое покоцанное, надписи все такие написаны как будто от руки. Этот набор очень сильно напоминает старых монстров. Ну что ж, давайте поскорее смотреть этот набор, здесь очень много всего интересного, но обо всём по порядку, начнём, пожалуй, с инструкции. Для сборки данного набора мы используем вот такую вот инструкцию, она здесь была всего лишь одна, но зато довольно толстая. И что касаемо этой инструкции, то почему-то в конце не было показано ни остальных наборов, ни всех мини-фигурок из этой серии, это очень странно, потому что раньше всегда во всех наборах, даже самых маленьких, как правило, писали, какие есть мини-фигурки, какие есть наборы, здесь же, хотя набор такой довольно большой, ничего такого нет. Итак, давайте смыть, как идёт сборка. Здесь у нас вначале, естественно, показ, как всё собирать, всего лишь было три пакетика у нас, и идёт уже сборка мини-фигурок, то есть по одной мини-фигурке в пакетике собиралась. Вот эта вот лодочка, кстати, лежала отдельно, то есть была не в пакете, а просто валялась в коробке. Не знаю, что ж её так обделили, не упаковали, но почему-то решили положить отдельно. И вот так вот, собственно, идёт вся сборка. И вот, естественно, что в конце из картинок показано у нас приложение, с помощью которого можно сканировать наш набор и играть. Я, кстати, скачал, чуть-чуть так посмотрел, но, как по мне, очень скучно. Просто заключается в том, что наводите телефон на набор, он что-то там сканирует, и потом появляются монстры, и быстро просто нажимаете на экран, и вот так вот по нему стреляете. Как по мне, очень скучно как-то это сделано. Можно было что-то и поинтереснее придумать. Вот идёт перечень всех деталей, можете посмотреть. Здесь, кстати, были довольно-таки интересные детальки в этом наборе. И также ещё присутствовали некоторые детали. Вот, допустим, вот это вот такой розовый уголок, и также голубой уголок. Я потом вам покажу, куда они вставляются. И, как по мне, лучше уж бы их заменили на какие-нибудь чёрные или серые, которые походили по световой гамме. Но чуть позже расскажу, для чего это было сделано. Ну и в конце вот такой чтение, как будто вообще не хватает какой-то страницы, потому что здесь должны уже нам были показать, какие наборы ещё присутствуют в этой серии. Но ничего этого нету, сразу же переходят к рекламе ВИН. И здесь, кстати, до сих пор ещё вот этот вот старый робот находится. Ни на кого нового не заменили, хотя он выходил в очень старой серии мини-фигурок. Ну что ж, а сейчас давайте смотреть мини-фигурки. Начнём, пожалуй, с персонажа по имени Джек. Вот так вот он выглядит со всех сторон. Мне очень понравилась эта мини-фигурка, как она оформлена, как прочее, и все мини-фигурки из этой серии. Но здесь уже используются новые элементы. То есть, посмотрите, он одет в толстовку, и также к ней присутствует капюшон. Капюшон, конечно, отдельная деталь. Также её можно снять и снимается на месте кепка, то есть они так целиком спаяны. Но выглядит очень классно, и реально создаётся впечатление, как будто, правда, у нас толстовка с капюшоном. Вот такие вот новые детали мне нравятся, и надеюсь, что они уже будут использоваться в последующих наборах, то есть в LEGO City и так далее. Будет много таких новых интересных элементов. И также он ещё одет такие джинсы, на которых болтается какая-то металлическая косточка, и, скорее всего, для такой маленькой собачки. Кстати, собачка призрачная, зовут её Спенсер. И вот так вот необычно выглядит. То есть это у нас такое облачко, которое образуется откуда-то снизу, то есть видно, что полупрозрачные детали, и потом уже постепенно становится белой, и уже выделяется морщик собачки. Тоже весьма интересное решение. То есть это не обычная собачка, а какая-то призрачная. И это выглядит действительно интересно. И также в руке у него находится телефон, на котором изображён какой-то монстр. И у него имеется ещё, кстати, два выражения лица. Если одно такое обычное, то другого уже очень сильно испуганно. Выглядит, кстати, весьма интересно. И также можно очень часто использовать его в каких-то самоделках, также в мультиках, потому что лицо такое довольно прикольное. И думаю, с ним многие фотографии будут выглядеть довольно смешно. Следующего человечка зовут уже Паркер. Вот так вот она выглядит. Тоже весьма интересная одежда. То есть на груди имеется какая-то цепочка. Также такая на поясная сумка, которая одета через плечо. И также сзади продолжение этой сумки. Видно, что она соединена. То есть принт вот так вот красиво продолжен. Рваные джинсы. И причём не просто какие-то надорвые, а видно, что уже... То есть у нас кожа человечка получается жёлтого цвета. И вот в эти дырки тоже видим жёлтый. То есть видно, что джинсы как будто правда рваные. Очень интересно это выглядит. Также волосы фиолетового цвета. И также ещё вот такая вот шапка. Такого бежевого цвета. К сожалению, на шапке никаких плентов нету. Хотя можно было бы чего-нибудь добавить. Выглядело бы интересно. Но так тоже, в принципе, выглядит неплохо. И также два выражения лица. Одно оно улыбчивое, а другое такое нахмульное. Ну и ещё обратите внимание на телефон. Здесь тоже изображён какой-то монстр. И телефоны разные. Вот я их поставил вместе, чтобы могли их сравнить. И как видно, на одном телефоне круглая кнопка, на другом квадратная. Скорее всего, тоже используется разный телефон. То есть круглая кнопка, это как правило, у нас айфон. А с квадратным уже все остальные, как правило, телефоны на андроид. То есть даже разным персонажам дали разные телефоны, чтобы вот так вот их разнообразить. Далее идёт у нас уже моряк. Я как полагаю, он у нас уже обычный, потому что ему не дали никакое запасное лицо. Ничего здесь не поворачивает. То есть он в монстра не превращается. У него, кстати, сразу же испуганное лицо. То есть обычного, к сожалению, не дали. То есть сразу увидел монстра и испугался. Вот так вот он выглядит. Одет такой оранжевый комбинезон. Под ним имеется какая-то кофта. И в руке он держит две огромные рыбины, которые, видимо, только что поймали перед тем, как капитан наш стал монстром. Ну, как по мне, мне фигурка тоже довольно интересная. Если бы сделали как-нибудь две головы или два выражения лица, то было бы вообще поприкольнее. Так получается, только можно использовать испуганное лицо. Следующая мини-фигурка, это у нас призрачный капитан. Вот так вот она выглядит. Мини-фигурка очень крутая. Особенно понравились задние щупальцы. Они, кстати, у нас одевались через голову и выглядят очень классно. Также в качестве оружия он держит две такие зеленоватые сабли. Тоже очень старая деталь. Но сюда она отлично входит. Не стали, кстати, менять ей модельку. Использовали также, как и в System. Такие же сабли у нас еще выходили, только перекрасили их в зеленый цвет. И стало выглядеть действительно очень классно по-призрачному. Также еще имеется на голове такая шляпа, тоже оранжевого цвета. И она вообще изначально, мне кажется, была бы для того, чтобы закрыть второе выражение лица. Но здесь, к сожалению, всего лишь одно выражение лица. Это такое призрачное. А чтобы поменять, надо менять целую голову. Как по мне, это неудобно. Во-первых, какая-то голова валяется, которую можно легко потерять. Могли бы сделать, что просто одну сторону раскрасили в такой зеленый, а другую сторону сделали бы желтым. То есть, как у обычного человечка. Потому что шляпа явно была задумана для этого, чтобы легко скрывать его лицо. И она отлично с этим справилась. Но почему-то так делать не стали. Ну что ж, и сейчас давайте на специальные выставляющие набора. Пожалуй, начнем с вот такого вот участка суши. То есть, здесь такая вот у нас прикольная скала, зелень, желтая лодка и крокодил. Что касаемо крокодила, вот так вот он выглядит. По сути, это обычная моделька. Просто перекрашена в такой зеленовато-призрачный цвет. И, как по мне, выглядит куда круче, чем обычный темный зеленый крокодил. Ну, естественно, ему можно открыть пасть. Сюда даже можно что-то положить. Например, положить можно сюда рыбку, которую поймал моряк. И она сюда отлично поместит. То есть, можно положить ее вот так. Можно попробовать как-то ее зажать. Потому что здесь деталь позволяет сделать и разыгрывать различные сценки. То есть, такой крокодил еще и функциональный. Дальше у нас имеется вот такая вот маленькая лодочка. Рассчитана, по идее, на двух человек. Но, думаю, при желании сюда можно затолкать и трое. То есть, одного вот сюда. Также затолкать, одного вот сюда поставить. И третьего уже поставить или посадить сюда. И также еще на нос можно поставить вот эту вот маленькую собачку. Которую, которая сидит впереди и указывает нам путь. И выглядит все это будет довольно интересно. Также еще имеется одно весло. Потому что лодка такая, что можно глязти одним веслом. Которое крепится вот на такую серую деталь. Мне кажется, лучше бы сделали желтую. Чтобы так сливалось. Выглядело как-нибудь более красиво. Хотя, в принципе, серая сюда тоже неплохо заходит. Теперь давайте рассмотрим более интересное. Это вот такая вот скала. Во-первых, ее можно сразу же опустить. То есть, скрыть. Чтобы не было видно, что это какие-то монстры. Просто обычный кусок камня. Также, кстати, по бокам имеются вот такие вот пеньки. Небольшие. Сюда можно прицепить детали от лодки. Чуть попозже вам покажу, как это выглядит. Также такая растительность. Какие-то корни, которые уходят под воду. И самая интересная функция в этой части набора. То, что можно превращать в монстра. То есть, появляется такой монстр, который тоже собран в таких зеленовато-призрачных цветах. Очень классно выглядит. Также вот эти вот глаза один давали. Запасным. Тоже выглядит очень классно и устрашаюсь. Ну что же, сейчас давайте рассмотрим лодку. Вот так вот она выглядит. Лодка тоже очень интересная. Как я сказал, мне она больше всего понравилась в этом наборе. Потому что выполнен в таком старом винтажном стиле. Все вот эти надписи выглядят весьма красиво. Итак, давайте смотреть по порядку. Здесь сразу имеется надпись Мария. Которая сделана в таком стиле, как будто от руки написана. Но это у нас, естественно, наклейки. Кстати, наклейок здесь было очень много. То есть, вот это все наклейки, вот это. И даже сделали вот эти спасательные круги тоже наклейками. Просто их было намного легче клейки. Кажется, как будто они нарисованы. Но нет, это были наклейки. Также вот эти трещины тоже были наклейками. И даже сверху вот этот вот маленький крабик. Или кто это? Скорее всего, какая-то креветка тоже была наклейкой. Итак, что касаемо дизайна. Я уже говорил, что он выполнен весь в таких старых. То есть, здесь всякие доски. Как будто золотано, железом забито. Здесь имеется место, куда можно поставить. Или посадить какую-то мифигурку. Пусть это будет призрачный. Капитан отлично сюда встает. И вот он уже мчится вперед. А его тихонько преследует наш герой. Такие ценки здесь тоже можно разыгрывать. Здесь также имеются старые спасательные круги. Черного цвета. Кстати, черного еще до этого нигде не видел. Обычно всегда были желтые или белые. С двух сторон все естественно симметрично. Здесь находится фонарь. Такой же выходил в Галлипоттере. В минифигурках фонарь тоже отлично сюда заходит. И такая огромная антенна. И также еще сверху имеется вот такой вот датчик. Чтобы было видно, что эта лодка плывет. Я вот эти вот оконьки сюда дополнительно один поставил. То есть здесь начально был только один красный. Я для симметрии поставил второй. Как по мне так выглядит поинтереснее. Это, кстати, было из запасных деталей. Также имеется кабина капитана. Здесь, кстати, к сожалению, вот эту вот деталь снять нельзя. Никаких там... Вернее, можно снять, но не рассчитано, чтобы будет сниматься. Потому что нету никаких гладких деталей. В перемешку с точками, чтобы это можно было легко сделать. А вот кабина капитана. Кстати, вот эта деталь очень старая. Еще помню вообще где-то в 2006 году тоже такие детали еще встречались. То есть деталь реально древняя. С каким-то компьютером на введение. Я не знаю, она сюда вообще никак не подходит. То есть если вот это видно, что какие-то старые винтажные приборы там. У нас какие-то датчики. То вот это уже современно. Как по мне, лучше бы сделали что-то в таком же стиле. Я знаю, что у Lego есть такие похожие детали. В некоторых наборах встречались. Но сюда почему-то решили положить вот такую, как будто более современную. Еще и с каким-то прицелом. С какой-то военной лодки. Из полицейских лодков. Вот вспомнил. Такие полицейских лодков часто клали. Но сюда что-то решили повторить. Дальше. Что касаемо второй части корабля. Почему второй? Потому что он разъединяется. Чтобы его можно было как-то поставить туда. Чуть попозже покажу. Итак, вот здесь имеется вот такой вот ящик. Я не совсем понимаю с чем. Возможно с этими креветками. Их изначально было две. Третью собрала запасные детали. Чтобы детали просто так не пропадали. Напишите в комментариях, как вы думаете, что это такое. Я думаю, что это все-таки какие-то креветки. Также здесь еще имеется вот такой вот двигатель. Тоже винтажном стиле. Наклеечка сверху. Какие-то датчики. Двигатель очень красиво получился. Хотя собран по сути из одной детали и наклейки. И еще вот такой вот продолжительный двигатель. И вот здесь, как я говорил, стоят неуместные цвета. То есть здесь у нас желтый можно вращать, синий, вернее голубой, розовый и такой темно-синий. Темно-синий лучше всего смотрится, потому что не выдает таких ярких цветов. Итак, для чего это сделано? Значит мы, когда заходим в игру, там нас просят сканировать лодку. И потом, когда говорят играть, надо вращать вот этот вот круг по цветам. То есть там пишут, выберите голубой цвет, выберите розовый и так далее. То есть это создано чисто для игры. Но как-то в сам набор это вообще по цветовой гамме не подходит. Ну и здесь, кстати, еще такой белый кубик. То есть никаких задних таких пропеллеров нет. Но по сути вот это, наверное, и есть вводный двигатель, что как-то он движет нашу лодку. Эту лодку можно разъединить. Конечно, будет выглядеть вообще некрасиво, потому что тут какие-то синие детальки торчат. Но тем не менее мы лодку разъединяем. Берем вот эту часть нашего белига со скалой. И также здесь еще имеются дырочки, что можно пробовать зафиксировать лодку. То есть фиксируем эту половинку вот так. Эту давайте развернем, чтобы было к нам более красиво как-нибудь. Вот так вот все это дело нащелкиваем. И вот так вот у нас теперь это выглядит. Как по мне, выглядит крайне странно, как так, что лодку разоролом в две части. Скорее всего, как будто это обломки. Что можно разыграть такую сцену, что лодка налетела на лифт, разлетелась в разные части. И вот так вот теперь это выглядит. Ну, не знаю. Пишите в комментариях, как вам большевицкая лодка целая. Или когда лодка собрана из разных частей. Мибольшевицкая лодка целая. Так выглядит как-то более красиво. Ну что, всем спасибо за просмотр. Я уже понравился мой ролик. И вы оцените лайком, а также подпишите на мой канал. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok